В ветеринарной клинике была постоянная клиентка Кошкина. Никто не знал, как ее зовут на самом деле, но все, не сговариваясь, дали ей такую внутреннюю кликуху. Раз в месяц у всего персонала наступал день Кошкиной. Он начинался с того, что хирург поднимался в свою операционную и спускался из нее только на п***ть и п***ть. Кошкина гордо заносила в дверь целые небоскребы пластиковых коробок из-под овощей, где были заключены кошки. А потом целый день сидела на лавочке и ждала их из операционной, в которой проводилась, собственно, процедура кастрации. И вот в один из таких дней открывается дверь и на пороге клиники появляется богиня в длинной норковой шубе. Идеальный маникюр, дорогая прическа, шикарный макияж, а на руках маленькая белая кошечка. Богиня подплывает к регистратору и узнает, как бы ей эту кошечку усыпить. На стандартный вопрос, зачем вам это надо, она просто отвечает, надоело. Дальше события развивались вообще не по плану. Кошкина, слыша этот разговор, встает с грацией багиры, в два прыжка преодолевает все помещение. И, очутившись за спиной у богини, с криком «Ах ты ж, сука!» Отвешивает смачный п***ник норковой. В общем, собаки лают, практиканты визжат, врачи размазаны по стенам, а где-то посередине приемной разворачивается дичайший махач. По итогу оторванный норковый рукав и раскорябанные лица. Одна кричит, отдайте мне эту кошку, другая кричит, плачу тройную цену за эвтаназию. Как думаете, поступили врачи? Если честно, клиентки остались максимально довольны. Но и клиника в накладе не осталось. Хэппи-энд в жанре семейного кино. В общем, животное отправили в наркоз, богиня решила, что она победила, а кису просто стерилизовали и отдали кошкины. Шикарный выход из безвыходной ситуации.